Привет! Это Аня Кузнецова и канал Объектив. Уже шесть дней подряд в Курской области творится что-то невообразимое. Военную технику замечают в российских селах и деревнях, украинские военные заявляют о контроле над очередным населенным пунктом и конца этому пока не видно. Туман войны не рассеивается, но какие-то данные о том, что именно происходит, собрать можно. Наверное, главный вопрос, как далеко ВСУ удалось зайти на территорию России. Если судить по сводке Минобороны, то довольно далеко. Вот они упоминают бои под Любимовкой и Зеленым Шляхом, это примерно 9 километров от границы. Есть в сводке ведомства и упоминания о том, что украинские военные пытаются прорваться в районе Ольговки, а это уже примерно 20 километров от границы. Получается, мы знаем, что ВСУ где-то в Курской области и что Минобороны бьет по их расположениям в некоторых российских селах артиллерии, чтобы их оттуда выбить. Но мы точно не знаем, куда дошли украинские военные и куда двинуться дальше. Есть лишь один человек, который точно в курсе, что происходит в Курской области. Нет, это не Путин, это Лукашенко. Вчера Александр Григорьевич сообщил, что ВСУ продвинулись вглубь России уже на 30-35 километров. Интересно, знает ли об этом российская Минобороны? Еще одну интересную новость принес Апти Алаудинов, командир чеченского спецназа Ахмат, того самого, который на днях, по его словам, разминулся с украинскими военными и пропустил начало атаки. Теперь же, по словам Алаудинова, благодаря батальону Ахмат удалось вернуть под контроль село Мартыновка под Суджей. Вернее, если цитировать Алаудинова, Мартыновка в принципе взята под контроль. И что будет дальше, неизвестно. Возможно, руководитель Ахмата на новые подвиги вдохновила награда, которую на днях получил в тылу его начальник Рамзан Кадыров. Главе Чечни вручили Нобелевскую премию. И нет, это не Нобелевский комитет сошел с ума. В России есть своя премия Людвига Нобеля. Ее вручают выдающимся деятелям российской науки, культуры, спорта и политики за профессиональные достижения. Кадырову ее дали за вклад в проведение СВО, а также за укрепление межнационального единства России. Странно, что его сыну Адаму такую награду еще не вручили. Впрочем, точно такая же есть у Путина. Он получил ее в 2008 году. Но кажется, что Ахмату придется еще долго сражаться с ВСУ в Курской области. Как пишет Институт изучения войны, российское командование, похоже, не планирует перебрасывать войска с основного фронта к украинской границе. Ведь если их перебросить, то у российской армии сорвется наступление на востоке Украины. Рассчитывать будут на подразделения, уже развернутые в районе границы и на легкодоступные силы в тылу. Технику, конечно, тоже подкинут. Минобороны уже отчитались, что в Курскую область прибыли танки, которые занимают боевые позиции и готовятся встречать врага. Вот только надуло танков, надеты чехлы. Это явно не боевой режим. Вместо регулярной армии отбивать атаки ВСУ будут так называемые добровольцы из ДНР, спецназ, силы специальных операций и бывшие вагнеровцы. А что срочники? Ведь во время атаки ВСУ несколько солдат срочной службы, которые были на границе с Украиной, попали в плен. Как сообщают некоторые правозащитники, сейчас солдат срочной службы из других регионов России готовятся перебрасывать в Курскую область. Об этом писали проекты «Идите лесом», «Школа призывника» и издание «Люди Байкала». Как комментирует Артем Клыга, юрист-менеджер адвокации в движении сознательных отказчиков, с законодательной точки зрения призывников и правда могут направить в другое место без их согласия, в том числе перебросить в Курскую область. Но пока неизвестно, насколько массовая эта история. Сейчас некоторые организации получают единичные жалобы, но о массовой переброске срочников в Курск речи пока не идет. К тому же совсем не факт, что срочников будут напрямую задействовать в боях. Чтобы привлекать призывников на войну, у российской армии есть другие схемы, включая подписание контракта или, например, отправку на службу в погранвойска. Собственно, именно такие солдаты срочной службы и попали в плен ВСУ. Поэтому, по словам юриста, если срочников и перебросят в Курскую область, и не заставят подписать контракты, то их, скорее всего, разместят где-то в тылу. Конечно, нахождение срочников в регионе, где постоянно идут обстрелы, это уже угроза для их жизни и здоровья. И ничего хорошего в этом нет. Но пока что рано говорить о том, что срочников массово задействуют в боях с украинскими военными. Неизвестно, как долго продлятся бои с ВСУ в Курской области. Но уже сейчас почти 80 тысяч человек покинули свои дома из-за обстрелов. Как сообщили в МЧС России, их вывезли из приграничных районов в безопасные места. Кто-то нашел убежище у знакомых и родных, остальных же направили в пункты временного размещения. К сожалению, скорее всего, с каждым днем все больше наших соотечественников будут вынуждены покинуть свои дома. Ночью на девятиэтажный дом в Курске упала украинская ракета, которую сбила российское ПВО. Об этом сообщил в Рио губернатор Курской области. В доме начался пожар. Известно, что пострадало как минимум 13 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Тем временем российские власти ввели режим контртеррористической операции в приграничных регионах – Курской, Белгородской и Брянской областях. Как объяснили чиновники, уровень диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в последние дни повысился. Операция по выдавливанию формирования ВСУ за пределы российских границ продолжается, поэтому властям нужно больше полномочий. Что кроется под зловещей аббревиатурой КТО, если говорить нормальным человеческим языком. Этот режим в шутку называют режимом «нет прав, одни обязанности». И этим все сказано. Теперь в приграничных регионах БАЛ правят силовики. Они смогут ограничивать движение транспорта и работу интернета, прослушивать телефоны, читать переписки или вообще заглушать связь. Еще они смогут входить куда угодно без разрешения и задерживать людей, которые ходят без документов, а также насильно переселять людей в более безопасные места и даже ограничивать продажу спиртного. Кстати, это самый большой по площади и количеству охваченных граждан режим КТО, который вводили в стране. На приграничных территориях проживает около 4 миллионов человек. Кажется, не в последнюю очередь режим призван поумерить пыл россиян, которые снимают бои с ВСУ и другую военную активность в своей области на телефон и выкладывают в сеть. Телеграм-канал «Рыбарь» уже успел напрямую пояснить, что режим КТО развязывает руки у силовых структур на применение крайних мер в отношении любителей снять на камеру происходящее. Причем еще 9 августа ФСБ схватили жителей одного из сел Курской области. Он снял сожженную колонну техники под Рыльском, то, что от нее осталось после удара ВСУ. На допросе мужчина якобы признался, что отправлял кадры украинцам, а они в обмен обещали ему заплатить и устроить гражданство одной из стран НАТО. Насколько серьезно относиться к таким признаниям после допроса в ФСБ решать вам. Правда, мужчину-то за съемки колонны арестовали, а вот телеканал «Звезда» в эфире тем временем свободно показывал репортаж с переброской войск Минобороны в Курскую область. Хотя это тоже, казалось бы, военная тайна. Кстати, не всех Z-активистов устроил режим контртеррористической операции. Многие ждали введения в приграничных регионах или хотя бы в Курской области военного положения. Например, блогер Юрий Котенок сказал, что для него загадка, почему не объявляется война, если идет прямое вторжение на территорию России. Похожее мнение высказывали телеграм-каналы «Два майора» и «Тринадцатый». Наверное, все потому, что слишком уж любят у нас власти слова из трех букв. Я напомню, что помимо всех ограничений КТО, военное положение также позволяет, например, установить военную цензуру или объявить полную мобилизацию, а командование всей ситуации на себя берет армия, а не гражданская администрация. Вот у военкоров кулаки и чешутся. Помимо всего прочего, вокруг ситуации в Курской области в последнее время происходило и много событий меньшего значения. К примеру, несколько Z-блогеров вчера рассказали, что в Курской области ВСУ удалось сбить еще один вертолет Ка-52. Одним из первых это подтвердил провоенный блогер Кирилл Федоров. По его данным, вертолет сбили из ПЗРК. Это один из современных российских ударных вертолетов, который еще и при этом довольно дорогой. Одна штука стоит почти полмиллиарда рублей. Один такой же вертолет ВСУ уже забивали в первый день боев в Курской области. Так что потеря еще одного такого вертолета довольно затратная для российской армии. Еще одно противоречивое свидетельство пришло из другого приграничного региона. Украинский телеграм-канал выложил видео с бойцами ВСУ в селе Порос Белгородской области. Оно находится в двух километрах от границы с Украиной. На записи украинские военные стоят у входа в местный дом культуры и сообщают, что в Поросе находится 252 батальон ВСУ. В руках они держат флаг батальона и флаг Грузии. Оперативно отреагировал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал, что из села приходит противоречивая информация, а жители, которые только что оттуда выехали, говорят, что солдат не видели и никакой стрельбы не слышали. И в очередной раз напомнил, что в рамках режима контртеррористической операции въезд в Порос закрыт. Странная история. Другой информации о продвижении ВСУ уже и в Белгородской области пока нет. Другая загадочная история снова в Курской области. Россия направила в Международное агентство по атомной энергии документ, в котором говорится об обнаружении возле Курской АЭС обломков сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. По мнению заявителей, такие действия киевского режима грозят не только конкретному ядерному объекту, но и ставят под удар всю мировую атомную отрасль. Тема поднимается не впервые. До этого в пятницу об этом рассказывал гендиректор Росатома Алексей Лихачев в телефонном разговоре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Другое дело, что каких-либо вменяемых доказательств российская сторона не привела. Предлагаю поверить им на слово. Нет даже фотографий этих осколков, которые могли бы изучить эксперты. Так что делать выводы пока рано. Правда, глава МАГАТЭ Гросси все же на всякий случай выступил с заявлением, в котором призвал к максимальной сдержанности из-за ситуации у Курской АЭС. Если вы думаете, что на этом внезапные заявления закончились, то вы ошибаетесь. Героем истории решил стать и Александр Лукашенко. Вчера в телеграм-канале его пресс-службы появилось заявление о том, что над Белоруссией были сбиты беспилотники. Лукашенко сообщил, что подозревают, что воздушное пространство страны нарушили именно украинские ударные дроны. По его словам, их было около десятка. Пролетали они над Костюковическим районом на востоке Могилевской области, которая граничит с Брянской областью России. Летели, ясное дело, в Россию, но белорусским ПВО удалось ликвидировать цели. Непонятно только, куда могли направляться дроны по такой интересной траектории, зачем-то залетая на территорию Беларуси. Если взглянуть на карту, то эти сомнения становятся даже сильнее. Лукашенко считает, что событие в Курской области провокация. Украинцы, мол, тем самым показывают, что ни к какому миру они не готовы. И дабы продемонстрировать уже свою готовность к миру, распорядился стянуть войска к границам Украины и России. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. По его словам, Лукашенко поручил усилить группировки войск на юго-востоке Беларуси, на Гомельском и Мозорском направлениях. Туда перебросят дополнительные силы спецназа, сухопутных и ракетных войск, включая реактивные системы Полонез и комплексы Искандер. Все это будут поддерживать подразделения радиотехнических войск и авиации. Вряд ли это будет грозить какими-то серьезными последствиями в конфликте. Недавно точно так же Лукашенко угрожающе стягивал войска к границе с Литвой. Ничем это не закончилось, зато диктатор почувствовал себя участником чего-то важного. Ну а Z-блогеры продолжают жалобы. Некоторые из них сходятся во мнении, что бои в Курской области быстро не закончатся. Например, телеграм-канал «Рыбарь» считает, что худшее еще впереди. Ведь Украина продолжает накапливать свои войска в регионе и расслабляться рано. Другой Z-канал «Два майора» считает, что российским войскам хоть и удалось остановить продвижение украинских сил, но выдавить их целиком не вышло. Бойцы ВСУ в свою очередь начали окапываться на занятых позициях и выбить их оттуда будет еще сложнее. По мнению канала, до отбрасывания противника крайне далеко. В общем, военкоры рисуют безрадостную для себя картинку. Удивительно, но в Госдуме тоже не уверены в скором разрешении ситуации. В центре внимания член Комитета Госдумы по обороне, небезызвестный генерал-лейтенант и частый гость пропагандистских шоу Андрей Гурулев. По его мнению, российская армия еще не скоро отбросит ВСУ за государственную границу, ведь для наступления Украина собрала серьезные силы и средства. Надо трезво смотреть на ситуацию, предлагает Гурулев, которого часто подозревают в том, что тот выступает в нетрезвом состоянии. Он считает, что быстренько выгнать оттуда украинцев не получится, ведь это не мелкая ДРГ, а прямо-таки основные силы. По его мнению, виноваты в прорыве те, кто занимался обороной рубежей. Более конкретен уже упомянутый командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов. Ранее он рассказал, что у причины прорыва ВСУ в Курск область есть фамилия, имя и отчество, а верховный главнокомандующий, по его мнению, примет соответствующее решение. Так мы узнали, что виноват человек, уже хорошо. Теперь предстоит разобраться, совпадет ли у причины и верховного главнокомандующего фамилия, имя и отчество. Позже тот же Алаудинов добавил, что виноваты командующие. Те якобы занимались враньем, пока противник спокойно снял подразделение с других участков и перекинул сюда. А некоторые руководители Министерства обороны, по его мнению, настолько обманывали, 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 что в итоге обманули сами себя. Фамилию, имя и отчество руководителей он снова не назвал. Выходит, что российская власть под предлогом защиты людей от выдуманной угрозы своими же руками сделала эту угрозу не выдуманной, а реальной, попутно продемонстрировав, что подлинная защита своих граждан у государства не просто не в приоритете, а технически невозможно и никем никогда не предполагалось. Западные СМИ тоже не обошлись стороной вторжения ВСУ в Курскую область и постепенно выдают свою аналитику. Специально для вас мы прочитали несколько десятков изданий и выяснили, что о рейде украинской армии пишут The Washington Post, Foreign Policy и Guardian. Практически все иностранные эксперты сошлись в одном. У операции ВСУ под Курском больше медийного и символического смысла, чем чисто военного. Ведь ситуация на основном поле боя принципиальным образом не изменилась. Зато в медийном пространстве теперь говорят исключительно о дерзком рывке украинских сил, а не о медленном, но верном продвижении российских войск на востоке Украины. Так что можно сказать, пиар-операция удалась. Как пишет Washington Post, она повысила моральный дух украинцев. ВСУ показали, что они могут не только обороняться, но и устраивать стратегические операции и бить сами. В СМИ появились духоподъемные заголовки об украинской армии, а такого довольно давно не было. А вот российская армия в очередной раз показала свою неповоротливость и неспособность быстро реагировать на неожиданные угрозы. Как пишут аналитики, военного смысла во вторжении в Курскую область нет еще и потому, что нельзя всерьез рассчитывать, что отвлечение российских войск от других точек фронта как-то изменит положение Украины. У России по-прежнему сохраняется преимущество в численности, а значит российские войска смогут рано или поздно вытеснить ВСУ из Курской области без особого ущерба для своих позиций на востоке. А вот украинские силы настолько недокомплектованы, что действительно сильно рискуют, отправляя военных из непосредственной зоны боевых действий на прорыв под Курск. Сошлись западные издания и в другом. Для Путина вторжение ВСУ на территорию России стало самым большим вызовом с прошлогоднего бунта Пригожина. Анонимный российский источник Washington Post отметил, что операция ВСУ стала большим ударом по репутации не только Путина, но и всех российских властей вместе с военными. Особенно плохо для их авторитета выглядит затянувшаяся реакция на вторжение. Все-таки украинских военных не могут выбить из области уже который день. Взятые в плен российские солдаты, среди которых срочники, имиджевых очков властям тоже не добавляют. В связи с украинским вторжением возникли и серьезные вопросы к российской разведке. Как вообще они смогли прохлопать такое крупное наступление и почему не было предпринято никаких мер? А почему наступление на Курскую область произошло именно сейчас? Есть мнение, что Киев мог намеренно попытаться ускорить события и динамику войны в преддверии американских выборов президента. Сейчас положение Украины и так является рискованным, несмотря на то, что она стабильно получает западную помощь и более-менее сдерживает Россию на фронте. А вот что будет после ноября с помощью и поддержкой США, это еще вопрос. Многие западные издания считают, что прорывом в Курской области Киев пытается создать новый рычаг давления на Россию, в том числе и на мирных переговорах, если они когда-нибудь состоятся. Как пишут эксперты Washington Post, захваченные украино-российские территории, если вдруг удастся удержать, могут стать разменной монетой. Поэтому ВСУ сейчас стараются продвинуться как можно дальше в Курской области, ну и получше там окопаться, прежде чем российская армия очухается. Как считает эксперт Foreign Policy и аналитик Шведского института международных отношений, вторжение Украины на российские территории может даже привести к более быстрому окончанию войны. Громкое заявление. Мол, Киев продемонстрировал, что на третьем году войны еще способен нанести России ощутимый урон. А это значит, что не только один Путин сможет диктовать условия прекращения огня. После вторжения в Курскую область у Украины появился новый нарратив для переговоров в противовес Кремлевскому. Что сейчас говорит Путин? Давайте вы оставите мне захваченные украинские территории и война закончится. Эдакий подход «Земля в обмен на мир». На это Киеву ответить было особо нечем. На горизонте для Украины маячила вообще невыгодная для нее сделка – Алиаминские соглашения, которая бы нарушила территориальную целостность страны. Теперь же вместо путинской формулы «Земля в обмен на мир» появилась украинская «Земля в обмен на землю». И для Путина это чувствительно. Приоритет у него, конечно же, прежде всего возврат российских территорий, на которые вторглись ВСУ. Но это все, конечно, пока из сферы теоретических рассуждений. Все будет зависеть от того, как долго украинские военные смогут удерживаться на российской земле. The Washington Post и The Guardian и их собеседники отметили, что поход ВСУ на Курскую область в очередной раз перечеркнул путинские красные линии, которые теперь непонятно, существуют ли вообще. Ведь Путин четко говорил, что за использование Украины из западного оружия по территории России будет серьезный ответ. Киев именно это и сделал под Курском. Но пока какой-то из ряда вон выходящей реакции со стороны Путина не видно. Каков будет ответ Кремля? В этом западные издания расходятся. Как рассказали анонимные собеседники Washington Post из России, поход ВСУ на Курскую область стал шагом для дальнейшей эскалации конфликта и будет иметь серьезные последствия. А вот эксперт Guardian и научный сотрудник Королевского колледжа Лондона считает, что операция ВСУ под Курском в очередной раз показала, что все обещания возмездия это всего лишь слова. И Россия не так сильна, как хочет казаться. Что Украина будет делать дальше со своим наступлением под Курском и насколько долго сможет удержать территории на фоне российской контратаки. Вопрос непростой. Как пишет Washington Post, частично ответ на этот вопрос будет зависеть от Вашингтона. Шансы Киева на успех сильно повысится, если вдруг США разрешат использовать атакамсы по российской территории. Такой возможности у ВСУ сейчас нет. Но вкупе с атаками недавно прибывших в Украину истребителей F-16, у ВСУ был бы шанс помешать отпору российских войск. Тем более Байден, как пишет Foreign Policy, на днях воочию убедился, что красные линии Путина не особо-то и работают. А именно они в прошлом служили главным аргументом, почему Украине жестко ограничивали вооружение и территорию их применения. Но вот если Штаты свою позицию не изменят, украинской армии рано или поздно придется отступить из Курской области. Так что продолжаем следить за ситуацией на полях, а вы на нас подписывайтесь, чтобы ничего не упустить. Ну а теперь давайте немного сменим тему и поговорим о делах более приятных, сердечных. О том, почему в последнее время все труднее найти настоящую любовь в приложениях для дейтинга. Экономист выпустил большую статью о кризисе Тиндера и Бамбла, где рассказал, почему все меньше людей пользуются подобными сервисами. Настоящий расцвет дейтинговых приложений случился во время пандемии. Тогда все сидели по домам и имели много свободного времени. Рыночная капитализация Бамбл и Тиндера тогда росла как на дрожжах, как и суммы, которые эти компании зарабатывали на своих миллионах клиентов. Но сейчас все по-другому. В прошлом году дейтинговые приложения на устройство загрузили 237 миллионов раз. В 2020 году таких скачиваний было на 50 миллионов больше. Число пользователей, которые хотя бы раз в месяц заходят в приложения для поиска пары, тоже сократилось. Акции, выручка, а также рыночная стоимость приложений падают. Люди разочаровались в онлайн-дейтинге и уже не готовы платить сервисам за услуги. Главным проклятием и источником разочарования для пользователей стали основные фичи Тиндера и Бамбла. Раньше буквально бесконечный выбор партнеров воодушевлял. Сиди, листай хоть всю жизнь в поисках того самого принца или принцессы на белом коне. Но теперь такое разнообразие откровенно раздражает. Пользователи жалуются, что на выбор понравившихся людей уходит ну слишком много времени, анкет очень много. Общение получается не только утомительным, но и очень поверхностным. Невозможно поддерживать полноценный осмысленный диалог сразу с несколькими десятками людей, с которыми случился мэч. К тому же основные пользователи Тиндеров и Бамблов мужчины и именно их профилей больше всего. Поэтому женщины в последнее время жалуются, что из-за слишком большого количества людей на сервисах для дейтинга они каждый день получают огромный ворох сообщений. У них случается прямо-таки сенсорная перегрузка, и желание заходить на Тиндер или Бамбл с каждым днем становится все меньше. Особенно от дейтинговых приложений устает молодежь. Это показывают опросы. Именно они все меньше их используют. Второй прокол Бамбла и Тиндера. Они хотят наверстать убытки и слишком навязчиво предлагают пользователям расстаться со своими деньгами. Помимо рекламы пытаются впарить платные обновления и дополнительные функции, а расценки делают немаленькими. Среди пользователей же оплата подобных услуг воспринимается как жест отчаяния. Мол, насколько ты никому не нужен, раз тебе надо платить, чтобы продвинуть свой профиль. И никому не хочется показаться настолько отчаявшимся. Хотя, с другой стороны, полностью бесплатные сервисы для дейтинга тоже не всегда хороши. Там слишком низкий входной порог. К тому же, как говорится, всегда надо помнить, если вы ничего не платите за товар, значит товар это вы. Более-менее хорошо себя чувствуют те дейтинговые приложения, которые заточены на более узкую аудиторию. Сервисы для геев типа Grindr, полиаморных людей Field, родителей одиночек и этнических меньшинств. Да, есть и такие. Однако все больше одиноких людей предпочитают искать свою любовь в реальной жизни. И это серьезная угроза для приложений. Их конкуренты, другие стартапы уже заскочили на этот тренд. Например, стартап Peer продает кольца цвета морской волны для тех, кто хочет показать всем остальным, что открыт к знакомствам. Как пишет сама компания у себя на сайте, если все одинокие люди в мире, которых на минуточку больше миллиарда, будут носить такие кольца, нам больше не понадобятся никакие дейтинговые приложения. Есть и другие стартапы, которые пошли дальше. Они организуют мероприятия, где можно найти себе пару. Такие ивенты проводятся в городах по всему миру, от Стокгольма до Сиднея. В принципе, какая-то организация сверху в этом деле не особо-то и нужна. Люди сами прекрасно организуются. В последнее время стало особенно модно искать себе пару в клубах по интересам, в комьюнити бегунов, на кулинарных курсах и так далее. Короче говоря, в реальной жизни. А общий опыт сближает лучше всяких мэтчей и сообщений с эмодзи баклажанов в Тиндерах. Это доказано жизнью. А вы пользуетесь дейтинг-приложениями или предпочитаете знакомство в реальной жизни? Поделитесь в комментариях. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok